Африканские страсти на острие ножа. Камерунский отелло едва не убил отвергнувшую его возлюбленную. 36-летний уроженец Камеруна и Нижегородка встречались два года, но затем у девушки любовь, видимо, прошла, а вот у мужчины чувства, наоборот, только сыгрались. В итоге, по принципу «не доставайся же ты никому», молодой человек прямо на улице набросился на возлюбленную с ножом. С Камеруна, два метра, я маленькая такая, он мне говорит, ты сейчас пойдешь со мной. Или ты со мной будешь, или ты будешь ни с кем. И первый удар он меня нанес вот сюда. Прям я вижу вот этот вот нож такой, и он тычет, тычет, тычет меня. Губу проткнул насквозь и этим ножом же зуб выбил. Такой вот удар, дуду. Он видел, что я живая, я ползу, но надо меня добить. Я только слышала, только звуки там, держите его, руки ему держите. Молодец, прям парень супер. Вот этот полицейский, этот с ножом, а он бутылку достал. Лежать полиция, как бы это. Тут что-то испугался, они раз и в общем. Они его на землю повалили, руки ему ремнем за спину. Лежал, орал, простите, я больше так не буду. Лежал негр мордой вниз. Значит, а на нем какой-то парень, вот так ногу на него поставил. Ну, я, конечно, поинтересовался, я говорю, что же вы так негра-то обижаете. Она вот здесь лежала, вот остаток крови. У меня все руки были в крови, около меня вот такая лужица крови, но я не осознавала ничего. Я говорила, позаботиться мне надо о моих детях. Пожалуйста, не дайте мне умереть, потому что если я умру, мои дети останутся одни. Мы возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления и покушения на убийство. Он является гражданином республики Камерун. На территории Российской Федерации находился нелегально. Судом советского района ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Я с ним встречалась, наверное, два года. Он мне говорил, что он здесь учился, квартиры снимает, с друзьями живет, вот так. Работал он где официантом работал, где кальяльщиком работал. Он очень ревнивый был. Вот у меня ударил все, я рассталась. Он до меня домогался опять. Этот, как его, пожалуйста, прости, прости, я тебя люблю, я тебя не могу, ты моя жизнь, ты все. Может быть, он мне наврал, он же такой врон, он такой сказочник. Когда я ему сказала, что я тебя брошу или чего, он, помню, такое отравление стимулировал. Он наглотался таблеток, а это, кажется, были витамины. То он пишет, что у него есть самолет здесь, в Нижнем. То он пишет, что он уже женат, 12 лет, что уже я как бы им мешаю жить. Нам домой приходил каждый день, стучал в двери, в окна. Начал говорить сын, не приходите, оставьте мою маму в покое. Тот взял ему двинул в челюсть. Сын у меня отлетел, вот, я стала кричать, завела его домой, потом написала заявление, это в октябре месяце было, на него в полицию. Но я не знаю, там не отреагировали, ничего, была вообще тишина оттуда. И после этого, вот, так он неплохой человек, нормально, но он не понимает, что стоп, крам, что нет больше между нами ничего. Но чтобы до такой степени любить и убить, мне кажется, это не любовь. Кстати, как вы слышали, нападавший задержан, и несмотря на то, что находится он в России нелегально, нарушил он все-таки российские законы. И судить его будут здесь. Если суд признает его виновным, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.